таки шалом был на секундочку тут это чтобы снять трубку с кондиционера вот этот блок у нас вот эта часть с двумя трубками эта часть у нас идет на насос кондиционера эта часть идет вот сюда они две вместе соединяется на другую давит как-то так все это дело достается легко одной правой потому что у меня левая не работает не могу толком ничего взять в руки ключ я могу только вот так вот взять и рука не работает не хочет в общем чтобы одной правой сделать это все надо сломать левую и все и ремонтируете opel кому геморрой но чтобы для начала чтобы туда добраться надо снять морду если вы не знаете как снять этот по морду пластика вот тут где-то будет подсказка наверное у скорее всего с этой стороны вверху и по ней пройдете посмотрите ну тоже так на пальцах объясняю потому что нет возможности держать снимать тут у нас тут открутили на помпе открутили только на полной на насосе когда надо залезть снизу самое удобное будет снизу этот воздуха на закрыт рябкой чтобы туда ничего не попало дабы не лезть еще до снова разбирать я локу доставать гаечку или мелкие головки которые может могут упасть у вас в общем это все разбираем вот тут проблему вас ожидают то что будет упираться в лонжерон когда будете вот оттуда стягивать упирается в лонжерон но все это поддевается легко достается монтировочкой только не упираться в радиатор упираться в алюминий и все это дело снимается снимается лучше снять его в эту сторону потому что потом это все надо вот оно это все у вас стоит тут алюминий тут чуть-чуть гнется тут чуть-чуть гнется это все надо будет как-то вытаскивать первое как-то протащил ее вот таким макаром вытащил эту трубку которая идет у меня из высокого давления а потом уже эта часть у меня пошла уже ей можно играться уже можно крутить только вытащить надо в эту сторону легко достается но чуть-чуть поморочиться надо сейчас я заглушил тут заглушил там тряпки пластик накинул тут тряпки пластик накинул как вам это показать в общем все легко понятно ничего не видно ну вот и где то вот тряпка пластик там все как-то я лез отсюда рукой продевал чтобы туда с синяю пластик вот там все это с насоса откручивается и все у вас шланг уже будет в руках достаем заказываем меняем как ставить будем уже потом покажем сейчас пока заказываем в общем пока ждем ну чтобы машина могла ездить там сколько будет будем ждать неизвестно пока машина чтоб ездила снял датчик с самого насоса чтобы его нечаянно не включили чтобы масло нам не выгнал в принципе не должен был включиться но все равно так этот вот это надо подключить обратно это температура жидкости ну если все трубки возвращаем на место вот это все закручивать опять пластика потом опять это все снимать как вспомнишь и сдрогнешь ну ничего это машину делаем дочкиной подружки вот так вот дети зовут заводят друзей мы им помогаем в общем как-то так ну что девчонка ж не будет сама тут крутится или поедет куда-то там делать это все это и в такую копеечку обойдется поэтому мы сделаем это бесплатно мне только это для видео чтобы снять денег с нее брать не будем так что как то так ладно ждем запчасти запчасти о я могу так брать в руки ждем запчасти и цепляем для вас это минутка потом секунда потом скажу сколько это все время заняло если не забуду и так для вас это пару секунд для нас уже прошла неделя бросает девчонка живет в соседнем городе потому что нормально сделать нету никого поэтому и проще приехать сюда и мы уже отремонтируем шланг и не сделали потому что купить не получилось поэтому устанавливаем его как-то вот туда это все надо попасть самое интересное что-то вытащить было проще судой или что-то не получилось у меня сейчас запахнул легко с этой стороны то и значит вытащить можно с этой стороны только можно оттуда с этой шпильки его снять шпилька за трубкой когда и к откручивать снять как-то его приподнять вверх чтобы она где-то вот выше патрубка была и тогда вытаскивается можно даже вытащить туда в моторный отсек ну как то будет хоть полегче не надо будет думать но кто посмотрел это видео дальше вот как это давайте я вас сюда положу так и дальше тут все легко и просто кольцо новое отдел заправил заправил там заправил не чуток ой простите что-то этот в общем все это дело тоже закрутится все эти в данный момент кольца резиновые у нас кольца прорезиненные да надо будет набор купить других я уже заказал китае да я на месте взял но эти тоже будут работать снизу все накинул и теперь затем а проблемка осталось с этим проблемка у нас что нужно сейчас туда как-то ставить завести колечко одеть и вон там и вместо одеваемся разъемы которые сняли чтобы вакуумировать заправлять и давать хозяйке пускай катается ну еще раз напомню обязательно если вы сняли с воздуха на трубу по трубу который у нас идет в турбину то обязательно ее закройте для вашего же благо потому что тут вот это вот мелочь которая может туда упасть это вам как бы не придаст ничего хорошего ну или вот давайте так сейчас подождите вот так давайте можно или можно вот так вот сделать как вариант вам еще один ой простите ничего не снимается как вариант просто вот так вот развернуть и все все равно лучше вот так закрыть не хочется потом чтобы это разбирать и доставать то что там какая-то мелочь может упасть ладно если этот упадет магнитом ой магнитом достанете а если что-то мельче у вас упадет или то что не магнитится это же полный тогда беспредел будет один ремонт превратится в другой ремонт ну в смысле доставание в общем тут поджал теперь самое сложное на самом насосе все это дело закрутить вот такие обычные затычки обычный пластик с какой-то бутылки это на одинарный это на двойной то есть оно как бы универсальное получается у меня такие заглушечки но это когда меняются шланги нужно покататься чуть-чуть поэтому так оно выходит у меня беда печаль огурчение я сам себе машину зацепил загнул сильно забыл что стою возле бордюра в зеркало заднего не увидел выкрутил руль и согнул но это будет видео будем учиться рихтовать ну все вернее я буду учиться рихтовать посмотрим что с этого выйти ладно сейчас идем за инструментом берем инструмент и заправляем газ ну и самое сложное это одеть обратно просто защелкивается в смысле самая сложная утрирую защелкнул и все пока там вакуумируется все запихивается главное вот эти вот открутить чтобы она можно было их завернуть потому что у нас там такие еще уши торчат там это задирается вверх и все вытаскивается вставляется без проблем ну и защелкивается одной правой там вроде бы все то подключил что было на свои места позакручивал вакуум проверял так предварительно держит отсоса никакого нету пока собираем время есть собрать еще пронести газ как бы заправлять заправлять быстрее проблема этот поменять вакуумировать время не проблема забирает время газ заправлять что там вообще чуть-чуть ну в общем этот у нас не меняется 97 было уже минут 45 это поработал по вакуумировал минус 97 бар сейчас этот вот пять уже держит ничего никуда не убегает хотя тот раз тоже проверял ничего не убегала когда видят а я его заправлял уже эту машину но потом вылезла беда шланги шланги беда нашла наши они у нас прохудились ну вот этот все нормально сейчас держит посмотрим покатается посмотрим все равно мы будем обслуживать эту машину постоянно то есть без проблем а делаю бесплатно цену не знаю сколько ну тем более в израиле цены я даже не интересовался но для своих не делаю бесплатно поэтому мне как бы как это называется хобби только из-за того чтобы развиваться в разных направлениях чтобы это понимать крутить можно было свое ремонтировать и также другим помогать наподобие как дочкиной подружки проблема с замком его на место выставить можно по меткам но все равно проверять выставиться и потом уже пробовать закрывать открывать как она я например как это как дитя виталька учит 10 сантиметров бросаешь и защелкнулась так у нас тут все все хорошо все замечательно у нас на 7 все держит шалом так все классно новые резиночки тоже держат но все равно нужно будет закупить закупите это зелененьких для кондиционер хотя эти тоже будут держать но лучше взять потому что один на комплекте вернее два комплекта красные зеленые я купил потому что бывает разбираешь машину вот я свою делал у карнивал крутил так этот там была проблема там была красная резиночка уплотнительное кольцо там было зеленое уплотнительное кольцо в общем накуплял себе наборчиков а кстати золотников накуплял тоже всяких разных интересных или где-то показывал уже как будто видео в общем вот эти колечки которые в золотниках тоже можно менять оказывается у меня как раз наборчик есть и для них вот такое потихонечку работаем так еще с вами трендюта тоже минут пять в общем все держит все хорошо сейчас будем закачивать но и я забыл заснять все машинка работает в телеграм на телеграм-канал заснял как это работает температура нормальная все красиво сюда забыл снять вы поверите нас все красиво получилось все работает когда едешь работаешь во время работает нормально и уходит она отрабатывает отключается все как все как должно быть на этом все самое лучшее до следующих видео самое главное не болейте ну это будем считать что это был у нас по скрипту так что будьте здоровы и не болейте и